отклики по теме выборы вы ну там всякое вот это вот приория хакасия владимирская область хабаровский край выборы комдна не публичный блогер пишет китайцам похуй кто в хабаровском крае де юро у власти мне нравится с одной стороны слову а с другой де юро высокий класс да в общем-то им наплевать им наплевать потому что любая власть в хабаровском крае зависит от китайцев у которых имеются деньги у которых производства и вайсе которых много-много ирина бондаренко пишет артемий но вы же взрослый мальчик и должны понимать что ничего положительного нет наверное сказал о том что есть что-то положительное ничего положительного нет оборвала меня бондаренко ирина возня с марионетками карабаса барабаса это морковка для российских и западных ослов и этот спектакль может быть бесконечным но имеются ввиду выборы в общем-то я я придерживаюсь того же мнения потому я и говорю что на выборы ходить не надо их надо игнорировать насчет западных ослов это вряд ли на западе ослы уже и те ослы уже до всего доперли так что ну что касается до наших ослов то но некоторые не понимают вот например виктор титов пишет чтобы все обосрать много ума не надо вы то кого предлагаете выбирать если вы такой умный создайте правильную партию однако мне так не кажется умные люди давно посмотрели в закон о выборах из которого следует что бойкот выборов равноценен голосованию за власть имущих если вы бойкотировали выборы президента можете гордиться в нынешних антинародных инициативах правительства есть и ваша заслуга ну а что виктор а вы хотели бы чтобы я голосовал за ксению собчак или за этого как его не зюганова какой-то там зиц зюганова не хочу я за них голосовать категорически не хочу поэтому я и не голосую ельцин борис как говорил что там голосуйте сердцем вот что он говорил сердцем голосуйте ну в общем то я за ельцина кстати тоже никогда не голосовал но сердце у меня есть и поэтому за всю эту шваль я голосовать не собираюсь и не буду никогда чувство собственного достоинства в данном случае мне важнее важнее даже чем может быть какие-то рациональные соображения на которые вы намекаете и в правоте которых кстати говоря я совершенно не уверен последний у нас тут имеется с легким конспирологическим закосом письмо от артема человечкина а я вам больше скажу для чего был задуман этот спектакль с лдпр если очень коротко то народ будет взволнован якобы поднимающимся рейтингом этой партии неадекватных на всю голову людей и пожелает оставить у руля единую россию ну в целом вы право абсолютно насчет партии лдпр партия лдпр изначально существует как пугало то есть пеняя на жириновского и всю эту партию дебилов и уголовников власть как бы говорит вот ребята вот если вы не за нас будете голосовать не за путина не за единую россию вот получите в президенты жириновского причем это еще было очень важно в свое время часто у заграницы иллюзии нет но в свое время это было важным аргументом для общения с заграницей то есть когда ельцина еще упрекали в отсутствие демократии там чеченская война то все и так далее он им говорил вот этим западным людям с которыми он в отличие от путина все-таки так ну какие-то дружеские отношения поддерживал он им говорил а вы что хотите чтобы к власти пришли коммунисты или вообще вот эти показывая на жириновского да говорили гельмут коль и прочие товарищи мы не хотим борис вы наш человек мы вас будем во всем поддерживать тому только того и надо так что да голосовать за лдпр это конечно это весело но не очень всем пока вы смотрите ару т.в подписывайтесь на канал ставьте лайки делитесь с друзьями